Не успел в жемчужине Сибири отгреметь финал Кубка Содружества по биатлону, как наш регион снова принимает крупные старты. В Тюмени с 18 по 26 марта пройдет чемпионат России по лыжным гонкам. К виду спорта, который на двух последних зимних олимпиадах принес больше всего медалей в копилку сборной России. При самом активном участии тюменских атлетов. На какой результат хозяева рассчитывают на домашнем турнире, в какой форме наши лидеры, как прошел сезон без международных стартов и кто больше от этого потерял, мы или Запад. Обсудим сегодня, это вечерний хэштег Максим Яковлев и мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Всех еще раз приветствую. Начинаем беседу. Давайте, прежде всего, коротко. С какими эмоциями ждете чемпионат России? Почему болельщикам точно стоит приехать? Денис. Ну, всем добрый вечер. С какими эмоциями? Ну, конечно, определенно с радостными эмоциями, потому что чемпионат России проходит у нас в Тюмени. Да, чемпионат России проходит в Тюмени не в первый раз, но мы все хорошо знаем, насколько Тюмень отлично готова и всегда рада принимать гостей. И мы с огромным удовольствием ждем всех болельщиков на Жемчужине Сибири. Елизавета? Чемпионат России, я думаю, очень пройдет эмоционально, потому что все мировые лыжники приедут на чемпионат России и будет очень здорово и весело зрителям. Андрей Николаевич, с какими вы эмоциями ждете главный старт сезона? Да, и волнительно, и весело проводить у нас чемпионат России, потому что самый замечательный стадион у нас в стране находится, и, можно сказать, двояко, и грузоответственности, и родные стены. Поэтому болельщиков, пользуясь случаем, приглашаю, чтобы грузоответственности поменьше. Приходите, болейте за наших спортсменов, будем очень рады. Андрей Николаевич, у нас Тюмень ведь уже в шестой раз принимает чемпионат России за 12 лет. Получается, очень здорово справляемся, да, раз Федерация из года в год нам отдает, будучи уверены, что все гладко будет. Добрый вечер, уважаемые телезрители, болельщики, любители лыжного спорта. Безусловно, то, что нам Федерация лыжных гонок России доверяет проводить, это уже, как вы уже сказали, в шестой раз, это говорит, наверное, о том, что Тюмень умеет организовывать, проводить. И я поддерживаю Андрея Николаевича, один из лучших лыжно-биатлонных центров все-таки находится у нас. Поэтому, безусловно, он должен, наверное, работать на такие мероприятия, собственно, чем мы и занимаемся. Поэтому будет не менее интересно, чем было на биатлоне. Много топовых спортсменов, в том числе здесь присутствующих в этой аудитории, только троих я знаю, за которых стоит поболеть и посмотреть, да, на дистанции. Поэтому советую, приходите, будет очень жарко по-спортивному, да, оно и интересно. За всех ли троих из тех спортсменов, кто здесь находится, мы будем болеть? Сейчас попробуем узнать. Татьяна, вот ваш супруг Егор Сорин тоже немножко так нагнал интриги, сказав, что мы точно Татьяну увидим в «Жемчужине Сибири», в каком качестве, посмотрим. Будете бежать? Всем привет. Наверное, хотелось бы сказать, что на чемпионат России я буду, приеду, но я буду в качестве зрителя. В этом году я не буду, к сожалению, выступать. Есть небольшие ограничения гонкам, но я тренируюсь, и на следующий год мы обязательно с вами встретимся. То есть сейчас уже такая стадия восстановления, да, когда вот еще немножко доработаешь? Да, я думаю, что с лета я буду в полном объеме тренироваться, и на следующий год я обязательно буду выступать. Итак, сразу несколько тюменских спортсменов, которые находятся прямо здесь сейчас в студии, точно поспорят за медали чемпионата России, но в сборной региона куда больше сильных лыжников, способных порадовать наградами местных болельщиков. О них наш сюжет. 22 человека. Именно такова численность сборной Тюменской области в заявке на домашний чемпионат России. Правда, задачи перед каждым спортсменом стоят разные. Перспективной молодежи будет полезно попробовать себя в настоящей взрослой рубке на лыжне. А чего ожидают от мастеров спорта международного класса, и уж тем более заслуженных мастеров спорта, наверное, очевидно. В Тюменской заявке есть спортсменка, появление которой на трассах «Жемчужины Сибири» удивит многих. Буквально в начале года Ольга Якимушкина, жена серебряного призера Олимпийских игр в Пекине, Ивана Якимушкина стала мамой, что не остановило ее от возвращения в большой спорт. По крайней мере, в эти дни Ольга уже тренируется вместе с партнершей по сборной региона и страны Анной Грухвиной. Большие надежды на мужскую эстафетную четверку. Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спецов и Артем Мальцев привезли более 30 секунд команде Татарстана на чемпионских высотах в Малиновке. Мальцев, кстати, финишировал с флагом. Процедуру это любят все спортсмены. И повторить ее на домашнем чемпионате России, ну чем не цель для одной из лучших эстафетных четверок страны? Денис, в какой форме сейчас, на какой результат настроен? Ну, после чемпионских высот прошло довольно много времени. Я успел принять участие в двух марафонах российской серии «Раша Лопет». И был дважды второй. Довольно неплохой результат. И, конечно, все-таки с форма самочувствия возвращается после моей болезни. Длительный довольно. Я проболел перед чемпионскими высотами две недели. И отбежал, грубо говоря, на базовой работе без скоростных чемпионские высоты. Но каких-то целей конкретных не ставлю. Да, конечно, у нас одна из фаворитов является эстафетная команда. Будем стараться на домашнем стадионе показать высокие скорости, отличный результат. Ну и дать возможность, возможно, Артему, а может кто-то другой будет финишировать все-таки с флагом Тюменской области. Не просто фавориты, наверное, сейчас Dream Team, да, с тех пор, как Мальцев еще в команде? Ну да, к сожалению, нам не хватало этого четвертого этапа. Зачастую приходилось отыгрывать минуту, полторы. И у нас всегда это получалось, но не получалось никак выиграть. И вот сейчас команда укомплектована полностью. И надеюсь, что все ребята подойдут в отличной форме. И здоровье, самое главное, не подкачает. И все выйдут на старт и покажут свой результат. Елизавета, вы на какие гонки рассчитываете? Вообще здорово, что сейчас вся элита, весь сезон бегает на внутренних стартах. Помогает это расти? Ну, для меня это, конечно, большой плюс. То, что все сильные лыжники бегают на внутренних стартах. Для меня это большой стимул соревноваться с ними. А на чемпионате России я буду участвовать во всех гонках, кроме марафона. И, конечно, буду бороться за высокие результаты. Татьяна, а вот в 2021 году вашими стараниями, мы все помним, 4 золота было. В 2022 году тоже тюменские лыжницы золото брали. На чемпионских высотах были победы. Сейчас женская сборная региона сильна, получается. Даже несмотря на то, что вы как лидер сезон пропускаете, все равно, да? Вполне можем ждать медали девчонок. Ну, я считаю, что наша тюменская команда девчонок – это, наверное, один из самых главных фаворитов на победу. И хотелось бы, конечно, чтобы это было, как, не знаю, каждый год мы выигрываем. И чтобы это была традиция такая. И я думаю, что девчонки, наверное, в этом году тоже смогут побороться за первое место. Вадим, скажите, а вы в какой форме физической сейчас? Потому что нас на прошлой неделе был Евгений Гораничев. Он нам рассказал, что сервисмены вообще бегают, порой даже больше спортсменов. Действительно, сколько километров приходится накатывать во время соревнований, чтобы подготовить? Ну да, в зависимости от погоды, скорее всего, от объема работы, которую предстоит сделать. И, ну, в пределах 30-50 километров сервисмены накатывают. В день? То есть это каждый день, да? Да. Объем приличный. Андрей Николаевич, скажите, вы какой-то поставили медальный план для сборной Тюменской области? Какие задачи? Ну, здесь индивидуально. Все ребята, которые выходят на старт, будут бороться за самые высокие места. Ну, не знаю, как получится. Вот вы сейчас вспомнили про четыре медали золотых. У нас каждый день, вы, если помните, чемпионат России, каждый день были медали, и не по одной. То есть, если мы повторим, это будет, наверное, очень здорово. Да, в 2021 году в 11 гонках, да, взяли из 12? То есть, получается, все ребята настроены, это спорт, есть спорт, будем бороться за самые высокие места. Андрей Николаевич, скажите, а вообще сразу следом за биатлонным Кубком Содружества еще этот 9-дневный лыжный марафон проводить, это тяжело? Или наоборот, как раз в тонус вошли? Ну, на самом деле, помимо крупных соревнований, которые сейчас, да, у нас подряд один за одним, у нас же еще проходит на «Жемчужине Сибири» очень много региональных соревнований, межрегиональных соревнований, всероссийских стартов, поэтому, в принципе, «Жемчужина Сибири» работает вообще без выходных. Вот, за что огромные слова благодарности и коллективу этого центра, и коллективу Центра спортивной подготовки, который проводит эти соревнования, да и другим, и нашим учреждениям, которые принимают в этом участие. Поэтому, безусловно, мы готовы, мы понимали, что так будет, что эта ситуация для нас не вчера возникла, мы, это спланированная, так скажем, да, история, что у нас два крупных соревнования подряд. Поэтому я думаю, что все будет хорошо, и все наши сотрудники, коллектив, и все, кто, общественники, принимают в этом участие, справятся, я думаю, что будет все нормально. Татьяна, скажите, а вот в целом по сезону следите за спортсменками, кого можно главным фаворитом, может быть, назвать, или главными соперницами наших тюменских лыжниц? Наверное, безусловно, лидер в этом году Наталья Непряева, ну, вот так Вероника Степанова подтягивается, ну, и, конечно, Лиза у нас добавила в этом году. Надеюсь, на чемпионате России она все-таки сможет побороться и будет близка к ним. Было бы очень здорово. Первые комплекты медалей чемпионата России будут разыграны уже в эту субботу. Напоминаю, что сегодня мы определим троих счастливых обладателей шести билетов на спринт. Продолжайте писать «Хочу билеты» под постом с трансляцией в группе «Тюменского времени» во Вконтакте. А прямо сейчас вашему вниманию полное расписание соревнований. 18 марта состоится первая гонка. Спринт классическим стилем. Квалификация начнется в 11 часов. На дистанцию в 1 километр 700 метров выйдут и мужчины, и женщины. В час дня состоятся финалы. Воскресенье по расписанию «Скеатлоны». Гонки со сменой стиля передвижения 15 километров у женщин и 30 километров у мужчин. 21 марта спортсменов ждет раздельный старт свободным ходом. Дистанцию 10 километров преодолеют женщины 15 мужчины. В среду день командного спринта свободным стилем. Начало квалификации в 11 часов. Финалы запланированы на 12.30. 24 марта день эстафет. Длина этапа у женщин составляет 5 километров, у мужчин – 10. Завершат чемпионат России масс-старты классическим ходом. В субботу 25 марта женщины пробегут 30 километров, а в воскресенье мужчин ждет 50-ти километровый марафон. Начало гонок в 11 часов. Международный Олимпийский комитет обсуждает варианты выхода российского спорта из изоляции. Президент Международной федерации лыжных видов спорта Йохан Элиаш сказал, что в этом вопросе поддерживает позицию МОК. Хватило ли Западу одного сезона без российских лыж, чтобы осознать, к чему это ведет, обсудим после паузы. Не переключайтесь. Драгоценная жемчужина. Как дальше будет развиваться Тюменский центр зимних видов спорта? Спилили суд под собой и рухнули вместе с рейтингами, чего добился Запад отстранением российских лыж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова